Девушки отдыхают Девушки отдыхают Можно это хоть как-то объяснить, оправдать? На этих кадрах вы видите трехлетнюю Самиру Чистякову из села Нелга Республики Удмуртия. Два месяца назад малышку доставили в районную больницу, после того, как ее жестоко истязала собственная мать. Девочка наблюдается медицинским персоналом полностью, проходит все гигиенические процедуры необходимые для нее. А бабушка Екатерина Чистякова уверена, что еще немного, и она могла бы не успеть спасти жизнь внучки от рук собственной дочери. Она привязанная была за колготки, за шею. Она кричит, бабушки, бабушки, помоги мне! Но родная мать Самиры Фатима утверждает, что действовала исключительно в целях безопасности своей малышки. Мне нужно кушать, готовить, мне нужно дрова делать. Я ее привязывала вот так вот за поясок, вот к железке. Да, я не отказываюсь, это было. Родные и близкие Фатимы уверены, после зверского поступка женщину нужно лишить родительских прав и посадить в тюрьму. Я говорю, примите меры ради бога. Ребенка заберите, пожалуйста. Сегодня гости программы попытаются понять, как получилось так, что жизнь трехлетнего ребенка оказалась в большой опасности. И почему виновные в этом люди до сих пор находятся на свободе. Сегодня в нашей студии Екатерина Чистякова, бабушка той маленькой девочки Самиры. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что произошло? Дело-то в том, что у нее первый-то муж нормальный был. Подождите, подождите. У кого у нее... У Фатимы. Давайте с самого начала. Фатима это кто? Фатима это дочь моя. Первый-то муж нормальный был. Ну, я не знаю, она оставила его и ребенка. Потом вышла за второго, которого я не знаю, он то ли афганист, то ли что было, и ребенка тоже избил. А вот Самира, вот эта девочка, это чья дочь? Кто папа? Он тоже идиот. Она приехала избитая вся. Я говорю, живи, у меня места хватит, ребенка отдашь в садик. Он приехал, у меня была нога сломанная. Он ее начал на кухне бить, и я ползком доползла, он меня как пнул, я чуть копчик не сломала. Я пять месяц еще лежала с копчиком. Вы знаете, я в мужчинах вашей дочки абсолютно запуталась. По-моему, их было очень много, и все как-то странно себя вели. Давайте все-таки про внучку. Про внучку. Ваша внучка, Самира, три годика, что случилось с ребенком, и почему вы решили свою собственную дочь лишить родительских прав вот на эту маленькую девочку? А вот дело-то в том, что если ребенок постоянно наверху кричит, бабушка все равно кверху поднимется. Обязательно проверить. То есть вашу внучку обижали, если она кричала, да? Нет, стоп, подождите, подождите. Вы живете в одном доме, правильно я понимаю? То есть наверху живет ваша дочь. Да, вот я ей сняла, я говорю, живи. Подождите, наверху живет ваша дочь с внучкой, и кто еще? Вот этот вот... Сожитель ее. Да, этот страшной. Кто? Он не отец ребенка. Ну, конечно, нет. Он просто ее сожитель. Ну, да. А как его зовут? Николай, по-моему, ну, его Кузя зовут, я с ним вообще не общаюсь, он меня и мразью всяко обзывает, когда я бегу. Подождите, Николай, Кузя, хорошо, мы поняли, да? То есть вы слышите сверху детские крики? Я обязательно бегу кверху. И что вы видите? Что, они спят пьяные оба? Она кричит, привязанная бабуки. Екатерина, давайте посмотрим, как вы обнаружили свою внучку привязанной к кровати. Я лежала в доме и услышала крик своей внучки. У меня сердце не выдержало. Я побежала, я побежала наверх. Двери были закрытые. Я взяла их, вырвала, изо всей силы вырвала. Фая со своим сожителем лежала. Она привязанная была за колготки, за шею, за грудь. Завязана была в первую очередь, вот так вот, за грудь перевязанная полностью, вот так вот. Вот это вот я не сумела снять. Вот так вот была. Потом вот эти вот места были завязанные. Она кричит, бабуки, бабуки, помоги мне. Ну, я ее спасла, я пошла в администрацию, чтобы приняли меры, чтобы как ребенка, ребенка, как собаку не держали. Подождите, а пока ребенок кричал, пока вы ее отвязывали, ни мама, ни сожитель не проснулись? То есть они, это они настолько пьяные были? Да. А это вот единственный случай был, когда она ребенка привязывала или нет? Ну, наверное, привязывала, потому что я с ней сколько разговаривала, ей ведь и попадало от меня уже. Я говорю, ты зачем ребенка привязываешь? То есть это была традиция такая у нее? Наверное. Привязать ребенка? Ну, они в дом, я говорю, ты зачем ее привязываешь? Я ей там наверху сняла, я говорю, сейчас стекла встав скорее, и будешь около меня жить, и это, стекла не вставлены. Если она около нас, к нам вниз упадет, собака разъерет. Если на кухне стекла нету, туда упадет, она разобьется там об камни, об кирпичи. Ваша дочь привязывала вашу внучку к кровати, чтобы за ней не смотреть? Да, она говорит, что вот мне надо то в магазин, то что-то сделать, а меня так, тебя ведь говорит каждый день. То есть всякий раз, когда она отлучалась из дома, или как вы показали, не отлучалась, а просто лежала со своим сожителем пьяная, спала, она ребенка привязывала, чтобы он никуда не делся, правильно я понимаю? Ну да. То есть это она, они так заботились, получается, да? Да, видимо. Ну я не знаю, у меня семеро детей, но я никого не привязывала, я как-то успевала. Все дело. У вас семеро детей? Да. Одному кусок, ну, другому, третьему. Подождите, а эта дочка какая у вас? Они первые двойняшки. А где остальные ваши дети сейчас? Вологи, Мурманск, они все замужем. Разъехались все, да? А почему эта-то с вами осталась? Она не осталась со мной, она от мужиков все время бегает ко мне, прибегает. То есть она уходит, а потом к вам с детьми возвращается? Да. А близняшка ее от мужиков не бегает? Да вы что, она вообще живет, у нее две квартиры, дом, две машины, она живет. То есть это у вас просто не уродилось такое? У меня слов даже нету. Я ее и била, я ее по-хорошему говорила, но я не в силах. То есть когда вы застали внучку привязанной, а их спящими, вы внучку отвязали? Я не сумела до конца ее развязать, я в администрацию побежала. Вы побежали в администрацию? И что? Они пришли, и что? И они сразу органы опеков вызывали, они на другой день приехали, и ребенка в больницу забрали вместе с ним. Давайте глянем, как отнеслась к этому администрации органы опеки. 13 августа этого года в отдел поступил звонок от специалиста муниципального образования Наугинская о том, что на их территории проживает семья гражданки Чистяковой Фатимы Федоровны. Фатима Федоровна имеет малолетнюю дочь в возрасте примерно 2,5 года, обижает ее, злоупотребляет спиртными напитками, нигде не работает. После этого сотрудники ОДН начали уже сбор информации, проверять информацию о том, что мама обижает девочку, то есть как это все происходило. И вот в процессе выяснилось, видимо, что в частности это было привязывание девочки колготками к кровати. Дело было направлено в суд, и гражданке Чистяковой назначено наказание в виде трех лет условно. Нами было произведено отобрание девочки у мамы, и девочка была перевезена уже из отделения Наугинской больницы сюда, в детское отделение, в поселок Ува. Правильно я понимаю, что вы и раньше видели ребенка привязанными колготками, а в этот раз почему-то забили тревогу. Ну потому что надоело уже все, бабушкино сердце не выдержит. Нет, подождите, бабушкино сердце, подождите. Коля-то вы как относитесь? Я его ненавижу. За что? Потому что он не работает. Он постоянно пьяный приходит, она бы не пила, она очень хорошая мама, когда не пьет. Он ее споил, что ли? Он противный. Так он, скажите, он ее что, впоил? Да никто никому в рот не заливает, но все равно делает это. Он на вас руку поднимал? Ну конечно, я в милицию бегала и побои снимала. Наркоман, бессовестный, алкаш. Мы тоже пьем. Понятно. То есть Коля, наркоман бессовестный, сволочь, вас бьет, пьет. Но вы пошли, подождите, но вы пошли и заявили на свою собственную дочь, чтобы у нее ребенка отняли. Я заявила, чтобы ребенка спасли. Я не на нее заявила, я говорю, спасите ребенка. А как Фатима-то отнеслась к этому? А мне без разницы, хоть как пускай относится. У меня ребенок спасеный, он сейчас не видит ни драки, ни пьянки, не видит, как маму он... Ну вы с дочкой-то говорили после этого? Да, конечно. И что она сказала? Спасибо, мама? На мразь, мама. Можно мы позовем вашу дочь в студию? Фатима, идите сюда, пожалуйста. Мама, мразь? Да. Почему? Она у меня забрала ребенка. И как бы я на вашу передачу приехала для того, чтобы вернуть своего ребенка? Она просто так его забрала? Не было оснований? Не было оснований, вообще никаких. Когда я въехала в эту квартиру, там, в общем, второй этаж, там не было вообще полностью рамы. Я въехала туда одна с ребенком. То есть окна не было, да? Я тебя одну пропустила, чтобы ты с ребенком жила, понимаешь? Поиск, мама. Они с этим, они с этим уродом, я тебя... А при чем тут он там? Ах, вот так, вот да? Вот не ври. То есть там не было окна? Там не было окна. Я ее не так завязывала, как написано в этих бумажках, что там она до посинения. Я ее за пояс завязывала, там вот такое расстояние было. Чтобы она не упала из окна? Да. Я боялась, чтобы она не... Подождите, Фатима, а вот мама ваша сказала, что она была привязана даже в тот момент, когда вы были дома, но пьяные, лежали с кулей... Такого не было. И не реагировали на крик. Нет. Не было этого? Нет. Фатима, а маму вы любите? Да. А она вас? Я не знаю. А чем вызваны ваши слезы сейчас? Ну как бы я ее ж не дочь, она вот так сделала. А как она сделала? Фая, я тебе квартиру сняла, если не сказала, живи с дочерью только. Зачем ты это? Я прошу прощения. Это ебан, я с ним живу, понимаешь? А кто? Это наркоман-то, алкоголь. С чего он наркоман? Который каждый день на корячка кверху поднимается. Он не работает. Эй, так вы все-таки... Вопрос. Вы внучку спасали или Колю топили? Внучку. Или Колю топили? Вряд, нет, внучка. Вряд. Фай, а посмотри, вот когда у тебя ребенка забрали, как он на тебе топтался, прыгал, под кровать запинывал. А если бы Самирка все это видела? Кто запинывал? Как он тебе нос разбивал, а если бы она все видела? Фай, ну не надо смеяться надо мной. Вы можете мне объяснить, для чего вашей маме вы сказали, что вы знаете? Для чего? Потому что она когда выпьет, она становится очень агрессивная. Ей хочется кому-то сделать больно на кого-то. Дайте сказать-то, что кричите вы. Ну? Она кричать на кого-то, она перепьет, ей скучно ли, чоль, я не понимаю. Она поднимается наверх, вы не так топаете. Что вы все смеетесь? Вот это вот не так. Она может свет вырубить, она может с ножом прибежать. Фая, а когда твои мужики приезжают через окна ко мне с сыном, залазят, чтобы тебя утащить в машине и увезти, мне под старый след это надо? Екатерина, вы пьете? Да. Часто? Ну бывает. Ну я зачем буду скрывать, конечно. Скажите, пожалуйста, вот я вижу сейчас, я рядом сижу, гримеры постарались, у вас с левой стороны синяк под лазом замазанный. Ну это у меня муж сидит, это я сама стукнулась в погреб, ходила за следними в деревню. Подождите, муж сидит, вы стукнулись сама за мужа, я правильно понимаю? Да, да. Фатима, скажите, пожалуйста, мама пошла в органы опеки не потому, что ребенку было плохо, а потому что она хочет вам отомстить, что ли, с Колей? Да, потому что накануне мы очень сильно поругались. Она, знаете, она привыкла, она приходит... Фаина, вы пьете? Да. А Коля? Тоже выпила, а кто не пьет? А можно я вставлю свои три копейки и скажу, что у мамы не было бы ни одного шанса пойти в органы опеки, если бы ребенок не был привязан к кровати? И поэтому я у вас спрашиваю, все-таки вы мне когда-нибудь ответите на вопрос, для чего вы это сделали? А Фаина уже ответила, внимание на экран. Отлично. Когда я в эту квартиру въехала, я была одна, как бы я вот с Колей еще не проживала. Акцина вообще нету, я его забила матрасом. Холодно, мне дрова надо готовить, надо. Ребенка куда деть, по воду надо сходить. Как вот говорит мама, что я ее привязывала там аж до посинения, не было такого. Я вот колготочки как бы давить и еще одни. То есть там метр вообще оставался, она свободно стояла вот тут. Я думаю, быстренько сбегаю по воду, за дровами и быстро обратно. Ну не так, как все вот это вывернуто. Я, естественно, я лучше ее вот так вот оставлю ненадолго, на некоторое время, чем с пьяной мамашей, которая вообще неадекватна. Ну вот, ну скажите, что ребенок истощенный, там избитый, это вот как раз после этого забрали ее. Даже видаться ведь не дают. Я вот это не понимаю, почему, если даже сюда не было обидеться, не дают. И они мне еще говорят, мы не даем вам видаться, потому что, чтобы не причинить физическую, психологическую травму ребенку. А они травму не делают. Фатиман, скажите, пожалуйста, а вы же в большой семье выросли, да? Да? Скажите, пожалуйста, а ваша мама привязывала вас, ну там, я не знаю, так же, к кровати или куда-то? Мы просто все погодки, и как бы, которые маленькие, водились те, кто постарше. Фатиман, у вас один ребенок. Я не знаю, может, это со стороны, конечно, естественно, дико звучит. Да вы что меня не понимаете-то? Куда я ее дену? Фатиман, давайте посмотрим, в каких условиях вы жили вместе с своей дочкой Самирой. Я здесь живу с февраля того года. Когда я сюда въехала, здесь вообще не было ничего. Может, сейчас кажется, что грязно. Но когда мы въехали, вот все, вот это полностью все, не обоев, ничего, вообще не было ничего. Я вынесла семь мешков мусора отсюда. Мне надо было печку топить, мороз, окна нету, ребенок мерзнет. Самира спала вот на этой кровати, мы на другой, этой кровати еще не было, другая была, я ее выбросила. Органы опеки, они обещали, что как ты сделаешь ремонт, какой-то маломальский хотя бы, да, вот поставишь окно, там порога то, что как бы не было, да, мы тебе ребенка тут же вернем. Как они просили, я это сделала, но они меня обманули. Я не говорю, что мы как бы богато живем, да, ну как бы вещи у ней есть, какие-никакие. Я в предпоследний раз к дочке ездила, я думала, хотя бы ее гулять выводят, отвезла, ну еще снега не было, вот шапочку отвезла, сапожки отвезла, костюмчик отвезла, отвезла ей, ничего это не приняли, потому что там гулять даже не водят, потому что пофиг всем все. Фатима, а вы когда последний раз были у ребенка? Неделю назад. Вы ее видели? Да. А давайте посмотрим, что говорят врачи у Винской районной больницы, в которой сейчас находится ваша дочка Самира. Нам поступила Фазылова Самира Сергеевна, 12-го года рождения, 1-го сентября 2015-го года. Девочка поступила без признаков каких-то насильственных повреждений, без синячков, переносила легкие признаки ОРВИ, здесь была пролечена. В течение вот этих двух месяцев девочка наблюдается медицинским персоналом полностью, проходит все гигиенические процедуры необходимые для нее, активная, со всеми контактирует, всех нас здесь уже узнает, ко всем подходит. Хорошая девочка. Сейчас она в удовлетворительном состоянии. За два месяца, сентябрь-октябрь, папа посещал девочку дважды. Ну да, мамочка. Мамочки мы запрещаем. Она врет, я четыре раза там была. Зачем я эти бумажки не взяла? Там, когда через проходную проходишь, даются такие бумажки, ну о посещении. Я четыре раза была. То есть врач сказала, что вы не посещали, потому что она боится, если вы посещали, это нарушение. Да, орган, она понимающая, я ее уговаривала, она говорит, принеси мне разрешение. Я говорю, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Она вроде так вот постоит и потом такая, ну ладно. В следующий раз, говорит, принесешь разрешение. АПЛОДИСМЕНТЫ У вас сколько детей в семье? Семеро. А Надежда это какая по счету? Надежда это самая младшая, она сейчас перед родами и на сохранении. А вы общаетесь с Надеждой? Да. Вы совершенно справедливо сказали, что она перед родами и на сохранение. Но вот муж ее, Альберт Дряхлов, он приехал сюда, чтобы сказать, как Надежда и все они относятся к тому, что произошло. Давайте его позовем. Альберт, идите к нам. Здравствуйте. Что мы услышали сейчас? Фатима имела обыкновение привязывать ребенка маленького колготками, чтобы сохранить ей жизнь в тех нечеловеческих условиях, в которых Фатима жила. И все было бы хорошо, если бы не появился Коля. Когда появился Коля, у мамы терпение кончилось, она выпила очередные полтора литра. Зашла наверх, увидела, что они выпили уже по два, позавидовала, увидела привязанного ребенка в очередной раз. И почему-то именно в этот раз вызвала службу опеки. Мы это так понимаем, правда ведь? А вы как? Ну как? Ну Колю надо отослать куда-нибудь подальше. Коля здесь при чем? Как при чем? Коля пьет. Фай пьет. Мама пьет. При чем здесь Коля? Ну бывает. Как при чем здесь Коля? Скажите. Если бы Коля был нормальный мужик, не давал бы ей пить, по дому бы все делал, все было бы нормально. О! Коля с потолка свалился, что ли? Это же она его нашла. Она Колю любит. Он ее облажает. Может, Коля ее нашел? Что? Кто кого нашел? Кто кого нашел? Ну так пускай дальше любит. Мы оба друг друга нашли. И он Самиру, кстати, любит. И Самира его очень любит. Если бы он Самиру любил, она бы сейчас не казалась там, где она щелла. А при чем тут он-то? Как при чем? А что ты за него руками и ногами-то сточешь? А что ты на него-то все? Он у тебя работает, он тебе приносит деньги, он тебе одел. Да, мы жили, мы холодные не пили. Он тебе грамма купил. Ая. Он тебе в доме все сделал. Он тебе весенку сделал. Катя, блин. Он тебе все поставился. Он тебе в доме все. Ша, я сказал. Коля, иди сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ Коля. Да? Ты мужик? Естественно. А почему ты дрова не таскаешь? В смысле не таскаю? Не, ну естественно, если я с ним, ну, какое-то время я, если дома отсутствую, да, если я что-то делаю, что-то для дома, ну, где-то работаю, где-то колынлю, да. То есть, естественно, я не могу, я надвое не могу поделиться. То есть, она говорит или он говорит? Еще скажи, что ты работаешь. Вот, ну, что вот она говорит? Вот она лицемерит. Вот ты скажи, работаешь. Я слово даю. Я вот реально, как мужик, как мужик, говорю слово. Да того работаешь вообще. Я вам слово даю. Она лицемерит. Ребят, ты стекла вставил? Нет, забрался туда наверх. Я ей сняла квартиру. Забрался туда наверх, как лишь цепился. Пока Файка все не сделала там сама, потом наготовенько-то приперся. Грязными своими штанами. Твой любимый человек призналась нам, что она ребенка своего вынужденно привязывала колготками к кровати. Это нормально? Ну, возможно, в силу того, что в силу безопасности ребенка. Скажи, пожалуйста, подожди, подожди. Тихо, тихо, тихо. Нет, нет, подождите секунду. Вот смотрите ситуацию, да. Вот смотрите ситуацию. Живет одна девушка, да. Живет одна девушка, да. И у нее, допустим, ну, у нее реально... О, господи. Нет, извини, я тебя привезу к ней колготками. Что вы меня за шею-то цепляете? К твоей любимой привезу колготками сейчас. Давай, посиди полчаса, вот так, козел. Просто посиди рядом с ней. Колготками привязаны. Фая, это у тебя единственный ребенок, скажи мне. Нет. Нет? А где Фая, прости за вопрос, остальные твои дети? Остальные. И сколько их со свекровью с первой? Сколько детей? Двое. Двое? Ну, в общем, трое. Вас лишили на этих детей родительских прав? За что? За что лишили-то? Вот этого вопроса я и боялась. Что, простите? Я не могу полностью все рассказать. Почему? Ну, не могу полностью. Ну, естественно, и моя вина есть тоже. Дайте на экран посмотрим. Мама мне как бы заменила бабуля. Бабушка меня балует. Бабуля мне купила вот этот вот большой громадный компьютер. Я уже долго замутилась выпрашивать эту селфи-палку. Наконец-то мне взяли ее. Вот это мой дневник. Вот по биологии четверку получила. И по литературе за стих рассказала. Мы всем классом учились рисовать. Учительница нам сказала, нарисуйте человека, которого вам как бы дорог, или когда его кого-то не достает. Я подумала, что мне не достает мама. Вот я нарисовала маму. Мне бы хотелось похвастаться маме о том, что я могу, что я умею, чтобы она знала о моей жизни. Бывают всякие соревнования, школьные походы. Приглашают родителей. И там, когда родители приглашают. Мама, хотя бы ты поддерживай со мной связь. Ты видишь меня как-то хоть слышь. Проведи со мной время хотя бы немножко. Я же по тебе скучаю. Фатима, это кто? Это моя первая дочка. И на что вы променяли ее? Это все ужасно. Но ребенок хочет видеть свою мать. Она не настолько плохая. Ей тяжело. Много ошибок. Дети всегда хотят видеть своих родителей, где бы родители в каком-то состоянии не находились. Практически всегда. Какими бы родители ни были. Вы, вот, Фатиму, да, вот, ну, не знаете ее никто в душе, да, какой это человек. Но это человек крайне добрый и крайне, и крайне, и крайне отзывчивый. Вот каждый бы, вот, кто бы знал, да. К мужикам, но не к детям. Это две разные вещи. Мари, Коль, Коль, вопрос простой. Ты любишь Патиму? Очень сильно. Ты хочешь от нее детей? Да. А она способна их иметь? Нет. Патима, почему? Когда я рожала с Амирой, я попросила, чтобы мне сделали, ну, как там называется, стерилизацию. Полопиево трубы просто привязали. Вот поэтому я хочу... Оставьте мне, пожалуйста, последнего ребенка. Дайте мне, Саша. Подожди, подожди. Про последнего ребенка мы сейчас поговорим. Мне надо было привязывать его к кровати. Вот и все. Да, Саша, не в этом дело. Вот ты сейчас увидела плачущую дочку. Она тоже твой ребенок. Она говорит, мам, приезжай. А ты сейчас говоришь, последнего мне оставьте. А это все на помойку? Она только что к тебе обратилась. Мам, приезжай. Вот у тебя есть. Приезжай. Кто тебе не дает? Кто тебе не дает? Коль, Коль, тебе не кажется, что тебе просто мозги пудрят, потому что ты хочешь детей, и у нее детей быть не может? Единственного ребенка, который с ней остался, и сейчас отобрали. Как это было 9 лет назад, когда еще двоих отобрали. Тебе не кажется, что твой взгляд на Фатиму, он немножко затуманен твоей влюбленностью в нее? Ну, я люблю ее, если ее так. Ну, и что мне теперь сделать? Смотри. Бывает так. Просыпаешься с утра, и все люди злые. Прям совсем все. Ты берешь 50 грамм, выпиваешь, и люди добреют. Прям на глазах. Накатил еще 300, и просто, ну, все тебя любят. Это не твой случай, нет? Нет. У вас любовь-то любовь или по пьянке все-таки? Нет, у нас реальная любовь. То есть ты хочешь, чтобы дочку вернули? Да. И вы будете жить втроем? 100%. И все будет хорошо? А тещу в жопу? Или? Или все-таки будете жить там, на втором этаже? Нет. А где? Я согласен с тем, что давайте, ну, таким образом, да? То есть если, допустим, если, допустим, мы с Фатимой то есть организуем, ну, все необходимые жизненные условия, да? То есть тут во всеуслышание прямо, да? То есть ей сразу вернут ребенка? Нет, конечно. А вы что, условия пришли ставить? Нет, вот то есть не задали вопрос, я на него соответственно отвечаю. Вы исправите тогда, вот есть ли условия, что вернут ребенку? То есть до этого, пока у вас не будет нормальных жизненных условий, до этого вам ребенка не отдавать. Правильно я понимаю? Правильно я понимаю? Согласен, согласен. А у вас не будет нормальных жизненных условий никогда, поэтому ребенок уйдет в чужую семью. Правильно я понимаю? А почему у нас его условия никогда? Я могу сама ее поднять. Я вас спрашиваю, вы уже подняли семерых, девятерых, сколько там у вас? Ну, подниму, я тут посетил. Вы всех подняли, только одну почему-то из рук упустили. Мы не в силах. Кушок хлеба разделим вот так мы с ней. Сядьте вот туда, пожалуйста, все, кроме Фатимы. Фатима, почему я попросил всех рассеяться? Девять лет назад вас лишили родительских прав. Девять лет. Мы сейчас откроем там занавеску, и там сидит ваша бывшая свекровь, Раиса Карипанова, у которой дети живут, верно ведь? Вы готовы с ней встретиться? Да. А куда вам деваться-то? Понятно. Давайте откроем занавеску. Раиса, идите сюда. Я бывшая свекровь Фатимы, старшего сына. У меня дочь сама воспитываю, так как они вместе пили, выпивали, ходили, гуляли. Когда сын уезжал на Боровую, она тихо закрывалась в комнате, пиво пила. В одной руке сигарета, в другой руке бутылка ходит по улице. Скажите, пожалуйста, а как так получилось, что вы стали воспитывать Кристину? Ну, раз она нигде не работает, у сына тоже работы постоянно не было, взяла себя воспитывать. А за второго она со вторым стала жить. Тот тоже драчон такой был, пьяница, скандалил ребенка маленького. Избил даже в больнице ребенок лежал. Месяца три-четыре, наверное, было, кидал синяком ребенка. Три месяца ребенка он его кидал и избил? Да, кинул на кресло, говорит, и синяк у него такой на лице. Это то, о чем мы не хотели говорить, правда? В больницу положили на лечение, а там из больницы уже у сына вели, чужие люди. Я старшего себе взяла у сына, сама больная, хоть тоже вот хожу. А сколько лет Фатима не видела Кристину? Ну, уже давно она не видела. Ну, сколько лет? Восемь, наверное, где-то не видела. Скажите, пожалуйста, а вы когда-то препятствовали ее общению с ней? Нет, зачем? Вы разрешали ей? Я просто не разрешала к ним ходить. Ну, естественно, если ее мужики кидают детей, это понятно, что вы не разрешали. Скандальный очень был. Скажите, вы разрешали ей приходить к вам в дом? Разрешала я. И она за восемь лет ни разу этого не сделала? Ну, раз, может, пришла, приходила и все. Играем, подождите, ну, никак не восемь лет. Давайте мы сейчас глянем, как Раиса вас заменила в воспитании вашей дочери. Мы живем с внучкой. Квартира у нас двухкомнатная. Вот зал. В зале, вот, например, я смотрю телевизор, а внучка там уроки делает у себя в комнате. Это кухонка у нас вот небольшая. Кристина помогает посуду мыть. Там картошку почистить, что-то постряпает. Пельменьки себе свои глазуни уезжают, когда меня мало ли нет. Полы моет она, пылесосит. Это комната Кристины. На этой кровати спит Кристина. На второй кровати сплю я. Потом в 2003 году вот она родилась, Кристина. Она родила, как говорится, я уж, я сама ей уже тут кормлю. Надо все же, маленький ребенок. Фрукты какие-то надо покупаю, кормлю ребенка. А ей ничего не надо. Она не занимается, ничем не помогает, на работу не устраивается. Чем не делать? Я взяла, лишила родительских прав. Вот и сама воспитываю. Она даже на день рождения ничего не подарит. Подарки никакие нет. Зверей то своих детей, своих детенышей не бросает. У меня к вам вопрос. Вы тоже пытаетесь лишить свою дочь родительских прав на... Я бы ее себе забрала. А кто вам отдаст? Вы же пьющая. Да вы что? Я могу... Вы что думаете, я такая запойная женщина? Вы нам только что сказали, что вы пьющая. Прям буквально 20 минут назад. Да, я могу выпить. Но когда передо мной ребенок, когда моя цель стоит напрямую, ну я... Ваша дочка так же говорила. Ваша дочка так же говорила. Не надо. Вы знаете, в чем беда? Беда в том, что вас вовремя не лишили родительских прав. Да вы что? Да. Ты готова выслушать претензии своей старшей дочери по отношению к себе? Конечно, если я... Тогда давай позовем ее в студию. Да. Ты хотела ей что-то сказать? Может быть, что-то спросить? Да. За что? Ну... Ну почему так? Господи, ну что вы делаете? Тебе маму жалко? Да. Жалко. А почему ты ее жалеешь? Может быть, она не знала, как она поступает. Может, она не думала о своем поступке. Не думает. Надо было подумать. Ты вообще узнала маму? Не очень. Кристин. Мама рыдает сейчас, сидит. И совершенно искренне. Вот скажи мне честно. Мама, по-моему, вот сейчас что-то поняла. Если мама поняла и раскаивалась, ты готова с ней дальше общаться? Не знаю. Молодец. Ты не врешь. Мама никуда отсюда не уйдет. Ты с ней сможешь пообщаться, если захочешь. Потом за кулисами. А пока иди. Спасибо тебе большое. На Руси привязывали крестьяне своих детей для того, чтобы они не уползали со двора, не залезли в колодец. Бывало такое. Не думала, что сейчас есть такие поводы привязать ребенка, чтобы он, оставшись без присмотра, не покалечился. Вы хотите, чтобы вам ребенка оставили. А вы в состоянии бросить пить? Да, да, да. Это не да. Вы можете бросить пить так, чтобы этому ребенку не навредить. Этой девочке, которая ушла, она успешная, у нее все хорошо, но ей нужна мама. И той малышке, Николай, и той малышке тоже очень нужна мама. И если бы я была... От меня бы зависело решение этой проблемы, я бы сейчас вам не вернула ребенка. У вас есть хорошие задатки матери. У вас, в общем-то, доброе сердце. Но водка в вашем доме, что на верхнем этаже, что в нижнем этаже, не позволяет пускать туда детей. Абсолютно правильно поступили органы опеки и попечительства, которые в этой ситуации, чудовищной, на мой взгляд, ситуации, отобрали ребенка. Никакой перспективы у вас по этому иску, о лишении вас родительских прав, у вас нет на сегодняшний день. Тем более... Тем более, что вы были осуждены по уголовной статье. Вы получили почти три года условно. Голубушка, у вас перспектива получить новое обвинение, помимо гражданского иска, который вам сейчас предъявлен на лишение ваших родительских прав. Вам надо за голову хвататься, что-то делать, понимаете, а не приезжать в студию и ставить условия. Не позорьте! Ну давайте это... Топить не будем, давайте сначала... Утопить! Не, вот а вы... Да вы себя утопили давным-давно! Я понимаю, а вы сейчас чем занимаетесь? Мы здесь пытаемся выяснить ситуацию, которая... Вы сейчас просто просто топите! В интересах ребенка избавит его от вас! Вы уже давно утонули, вас топить не надо, вы давно на дне плаваете уже там. Ну то есть смысл тогда вообще... И пузыри пускаете, да? Да мы просто хотим, чтобы маленькая девочка не тонула вместе с вами, как вы этого не понимаете? Она их мама. И они не могут без этого ни жить, ни помни, они всегда... Это их мама, все. Поэтому если она не исправится, солнце мое, если ты не исправишься, они не будут счастливы. Твое счастье здесь имеет вторичную роль. Его счастье вообще тебя пока не должно касаться. Будут дети счастливы, и он к тебе прилепится. А не прилепится будет другой. У тебя таких, ну извини, а дети ты уже никуда не денешься. Я с вами разделяю ваше мнение. Как я люблю психологов. Иди исправляйся. Как исправиться? Лечиться от алкоголизма, во-первых. Есть очень хорошие организации, даже не частные. Надо лечиться. Вы согласны с тем, что вы алкоголичка? Да, наверное. Вы готовы пройти курс реабилитации? Да, да, да. Во-первых, это будет хорошо на суде. Вы прошли курс реабилитации. Очень серьезно. А вас будут отзывы абсолютно конкретные. Как вы себя вели в этом? То есть вы готовы? Готовы. Прямо сейчас готовы? Прямо сейчас, да. Вы знаете, вот есть люди, которые живут в зоне комфорта. А есть те, кому приходится жить в зоне ответственности. И обычно те, кто живет в зоне ответственности, тащат тех, кто живет в зоне комфорта. Вот здесь перед нами люди, которые живут в зоне комфорта. Не все. Им хорошо. Не все. Есть бабушка, которая живет в зоне ответственности. Именно. И дальше молчаливо будет жить в зоне ответственности и отвечать за того ребенка, за который она сегодня отвечает. А эти будут жить дальше в зоне комфорта. И никакая реабилитация, Саш, не спасет. Всегда есть надежда. Это, во-первых, когда вы будете проходить через реабилитацию, после этого езжайте к самой своей ответственной сестре, у которой жизнь налажена, все нормально. Там начинайте работать, посылайте средства своей бывшей свекрови. И вот старшую дочку очень важно познакомить с этой младшей девочкой, чтобы старшая дочка стала проявлять регулярную заботу об этой младшей девочке, потому что это поможет старше. Чтобы у вас семья состоялась, наконец. Потому что связь вот эта, она у старшей дочки сейчас сила огромная, мощная, хотя она очень слабая и уязвимая выглядит, но она одна из самых сильных вообще здесь. Одна самая сильная, наверное. Веселая семейка, очень веселая. И что я хочу сказать. Я считаю, что... Фатима, дай лапку свою. Тебе нужно взять себя в руки. Все, что тебе сказали, правильно, реабилитация, обязательно подлечиться. С этим чуваком, я не знаю, как ты будешь, но это твое дело, это ваше дело. Вот. С мамой обязательно разойтись. И возвращай к себе детей. Возвращай. Возьми себя в руки. Я не права. То, что я сейчас перед собой вижу, передо мной себя два ребенка. Которые абсолютно не отдают себе отчет в том, что такое быть родителями. Они не понимают, что такое растить ребенка. Какие методы воспитания допустимы, а какие недопустимы. И поэтому у них от одного ребенка к другому ничего не меняется. Я очень надеюсь, что в вашем случае хэппи-энд возможен. Мне кажется, здесь проблема не только в том, что она алкоголик и живет вот с такими ужасными людьми. У нее не было примера в жизни. Понимаете, она не знает, как по-другому воспитывать своих детей. Она даже если и бросит пить, она все равно не будет знать, как относиться к ребенку. Кто ее научит, как быть матерью, если ее до 33 лет никто не научил. Николай по-своему, в общем-то, прав. Когда он говорит о том, что Фатима добрая, отзывчивая, такая вот доверчивая. Нет, добрая 50, отзывчивая 150, доверчивая 250. К любовникам, к алкоголикам, позволяющая им делать с собой все, что угодно. С собой важно, с ребенком. Да, она добрая для них. А вот, да, я не против женского счастья, личного счастья. Это должно быть у каждой женщины. Но, прежде всего, женщина, нормальная женщина, здоровая женщина, должна быть матерью. И если есть выбор между ребенком и любовником, и любовниками, один из которых не в состоянии вставить окно, другой избивает ребенка, нужно выбрать ребенка. Дорогая Фатима, кто мешает? И кто мешал 8 лет увидеть родную дочь? Вот сидит бабушка, которая была бы рада принять вас в любое время в своем доме. Ты, конечно, сейчас сделала такой комплимент Коле, когда назвала его личным счастьем, что мне чуть не поблохило. Кому как. Это ваша личная неприязнь. Нет, Коля, я тебе сейчас, как женщина, объясню, почему ты не мужик. Хочешь? Потому что ты только говоришь, но ничего не делаешь. А лучше бы ты молчал, но делал. Фатиман, я действительно не могу поверить матери, которая по одному ребенку плачет, а про первого забыла. Мне кажется, так не бывает. Вот уже год жительница села Тосеево Красноярского края Ирина Лачехина не видела своих детей, которые сегодня воспитываются в другой семье. Если, конечно, я их заберу, я не знаю, я просто все-все буду для них делать. Это год разлуки с детьми. Для меня это просто что-то, дикость. Я не знаю. А все началось с того, что Ирина обвинила своего мужа Сергея в домогательствах к ее старшей дочери. Была попытка изнасилования. Сначала Лейла закричала, пап, я не буду, что ты делаешь? Я увидела, что у него припущены штаны, и он заставлял ее. Не то, что муж заставлял ее. Я не знаю, что там было, просто в этот момент, что он пытался, чтобы она у него... Пока родители выясняли отношения, органы опеки решили, что в такой семье детям жить небезопасно и забрали дочерей Ирины. Мне очень их не хватает, я их очень хочу вернуть. Лейла, Лиза и Александра сейчас находятся в приемной семье, которая категорически не хочет подпускать к ним родную мать. Опекун, что уцепилась за наших детей, отдавать не хочет. Тем временем родня Сергея решила всеми правдами доказать его невиновность, а Ирину привлечь к ответственности за клевету. Она его оболгала, нашла себе очередного любовника. Смотрите завтра. Ежедневно Ирина вынуждена воевать с органами опеки и родней мужа, доказывая тем и другим свою правоту. За что на самом деле Ирину лишили права быть матерью? Виновен ли Сергей в попытке изнасилования? И удастся ли родне Сергея забрать детей себе?